На сегодняшний день онкология желудочно-кишечного тракта человека признана одной из самых распространенных болезней населения нашей страны. Науке еще неизвестны все причины многих типов опухолей, но факторы риска для каждого типа этих заболеваний уже понятны. Опухоли могут проявлять себя по-разному, а также жить в организме большое количество времени, не беспокоя и не вызывая дискомфорта. Однако это не значит, что злокачественная опухоль не заявит о себе в любой неожиданный момент. По многим причинам на сегодняшний день колоритальный рак у нас в регионе вышел на первое место. Если взять по стране, буквально если 20 лет назад колоритальный рак был на шестом месте по онкологическим заболеваниям, то на сегодняшний день это третье место среди мужчин и четвертое место среди женщин. Отделение эндоскопии университетской клиники Казань продолжает борьбу с довольно распространенным недугом. Клиника оснащена современным эндоскопическим оборудованием последнего поколения, которые позволяют получить высококачественные изображения в режиме реального времени и сформировать биологический диагноз. Большая часть заболеваний желудочно-кишечного тракта дылятся годами, переходя в хроническую форму. Между тем, чем раньше начато лечение, тем быстрее и успешнее оно проходит. При лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта врачи отделения основываются на стандартах оказания медицинской помощи и современных клинических рекомендациях. Используют в лечении современные методы с применением высоких технологий. На сегодняшний день то оборудование, которым располагает наша клиника, это еще позволяет и осмотр подзвошной кишки, части подзвошной кишки, и также осмотр проводить под увеличением и под разным спектральным анализом. Принято считать, что хроническая форма и обострение онкологических заболеваний наблюдается у пациентов старше 40 лет. Однако все это не более, чем распространенное заблуждение. К сожалению, на сегодняшний день мы все пытаемся найти причину в экологии, найти причину в питании. Но зачастую вот эти моменты не играют основную роль. То есть среди пациентов очень много тех людей, которым нельзя обвинить каких-либо погрешностей в езее. Если говорить о непосредственных причинах зарождения раковой опухоли, то они практически не изучены. Но одно понятно, абсолютно точно. В слизистой оболочке желудка возникают мутации ДНК. А как всем известно, так называемые зараженные клетки способны привести к неконтролируемому эффекту. Некоторые люди уже носят в себе бомбу замедленного действия, спрятанную в генах. Иногда даже не одну. Именно поэтому врачи университетской клиники «Казань» настоятельно рекомендуют не забывать о своем здоровье. Даже в режиме постоянного цитнота регулярно проходить процедуру осмотра, тем самым страхуя свою жизнь от развития коварной болезни на долгие годы. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз. Продолжение следует...